МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Толерадо, компания Гомелюстуда и працоя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. Рашный парад, молодежный флешмоб и ей старышная реконструкция. Сёня Лоя, святкое годовинное узволение района от немецко-фашистских захопников. Шестый лес. Сотни белорусов сегодня проймают удел у акции по одобреупорядкованию зеленых зон. Молодые и инициативные. Активисты БРСМ завершили третий працонный семестр и означали вековый юбилей Комсомолу. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сёня Лоя означает одразу некольки знаменальных дат. Тут проходят мероприемства, просвещенные вызволению района от нацистских захопников и 515-й годовине города. Наши корреспонденты опынулись в центре падей. Святочное мероприемство в Лоеве начинают пограничники. Два годы тому третьей заставе мясцовой комендатуры присвоили имя Миколая Сушанова, якому сёня вспомнилась 100 годов. 15 кастричника 1943 года пограничник Олику перших форсировал Днепр в районе Лоева. Разом со своим батальоном захопил и утрымливал плацдарм. У студии 44-го указом Президуума Верховного Совета СССР за узорное выполнение боевых заданий у командования на фронте борьбы с немецкими захопниками и проявленное при этом можности героизм старший сержант Миколай Сушанов отримал звание Героя Советского Союза. И такий факт. При форсировании Днепра и вызволении Лоевского плацдарма героями стали 365 человек, 48 из яких пограничники. Сучасные вратовники границы не только памятают об их подвигу, а и шмат робят для патриотичного выхования сучасной молоди. Очень большое внимание уделяем патриотическому воспитанию молодежи. В мае этого года был открыт уголок пограничников в Музее военной славы города Гомеля. В сентябре этого года экспозиция в средней школе номер 3, посвященная пограничникам. В октябре мы сделали большое дело, передали пограничный катер АЕСТ в Музее военной славы города Гомеля. И уже сегодня впервые мы вручаем диплом Николая Тимофеевича Сушанова военнослужащему срочной службы. До военной тематики сенья у Лоеви зверталися часто. Готый город у Вогуля мае самое непосредное дочинение до шмат яких военных подзей. Нават его первое узгадывание в историчных крыницах в 1505 году связано с усім немерным походом крымских татар. А в 1649 году под Лоевом отбылась битва помеж войсками Великого князства Литовского и Запорожской сечи. Але самые жорсткие бои на этой земле препадают наперед Великой Айчинной. Под час сегодняшнего свято реконструкторы с Беларуси и России показывают эпизоды форсирования Днепра 15-го кастрышника 1943 года. Греху перешкоджая дождь, але йон ніяким чином не може поравновываться с тими тяжкостями, з якими у реальности сутыкнулися наши бойцы. При форсировании Днепра и вызволении Лоевского плацдарма загинуло больше як 12 тысяч шарвонармейцев. Под час подрехтурки реконструкции у военно-историчных клубных объединениях до документов тих часов завернулися яшче раз. Люди вот сейчас в такую октябрьскую погоду вплавь переправлялись за плотами. То есть вот в ледяной воде неоднократно, а есть воспоминания десятки раз, даже боеприпасы просто толкали плоты вручную, чтобы подвести боеприпасы на плацдарм, который Красная Армия уже заняла и удерживала. Потому что, естественно, немцы наносили, очень было ему здесь удобно, контрудары, и пытались Красную Армию, передовые уже отряды, уже скинуть обратно в реку. Бадая одина, что перешкоджала сёняшнему святу улове постоянный дождь. Хоть уносить некие значные коррективы в программу организаторы не стали, и навод провели святочное шестье. Неколи такие демонстрации под час урочистости были звычайной справой, але теперь их можно убачить не вельми часто. На центральной площади города военнослужащие пограничной комендатуры, районных отделов внутренних справ и Министерства по надзвычайных ситуациях. Колонну воинов-интернационалистов изменяют самые маленькие жихары. Коли есть у света абсолютное счастье, то это миновито дети. Поколь на этой земле гучит дитяший смех, район будет жить и квятнеть. Сегодня я выражаю слова искренней благодарности всем нашим ветеранам Великой Отечественной войны, всем нашим жителям, всем, кто трудится на сельской ниве, в производстве, предпринимательстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, социальной сфере, всех тем, кто сегодня заботится о благополучии нашего района и каждого жителя, чтобы в семье каждого жителя были согласия и достаток. И я надеюсь, что сегодняшний день рождения нашего города станет очередной точкой счета в его развитии. И жизнь каждого нашего лоевчанина наполнится благополучием, душевным теплом, радостью, уверенностью в будущем. Олег Сенцюрова, Олена Василюк, Валерия Гапанько, телерадо и компания «Гомель» Злоева. Сегодня в Беларуси стартовала акция «Чистый лес», якая в одиннадцатый раз проводится по инициативе Министерства лесной господарки. Во всех регионах республики доброохотники наводят парадок у леса по лосе и допомагают с посадкой новых древ. Сопрацовники обл. Вакангама, например, отправились в лесный массив побожь звездкой Цыкуны Гомельского района. До их долучилась Ганна Коральчук. В первую акцию «Чистый лес» была проведена в 2010 году. И за этот час ее удельниками стали десятки тысяч жахаров Беларуси. Зарабить их это вельми просто. Достатково звернуться в лесу с собой любое лесничество и заявить про свое жадание до помохшего наведения парадка у леса. Специалисты собеспечить вас всем необходимым инвентаром. С кожным ходом до мероприемства долучается все большая койкость беларусов и это вельми радует. Основная задача этой акции, вот как я ее вижу, это показать нашему населению, что в лесу есть проблемы. Лес – это, конечно, наше богатство. Но за счет того, что на территории леса образуются несанкционированные свалки, это приводит к тому, что лес нас засоряется, заражается и прекращает развиваться. Поэтому население должно увидеть, что лес – это наше богатство. И совместными усилиями мы должны сохранить чистоту и красоту нашего достояния. В Макеевском лесничестве представники Улады зараз садят древы на территории у 1,7 гектара. Эта пляцовка появилась в вынику рубки спелого леса, который пошел на дальнейшую перепроцовку промысловость. Лесосека сделана в этом году. И все лет это же посадки обновляют. Для работы каждому выдают такой специальный инструмент – меч колесова. Будем сручно саджать молодые древы. А в якости посадочного материала обрали сразу две культуры – хвои и борозы. Был смешанный лес, больше устойливых, до хворобы шкодников. Вот этому маленькому садженцу зараза маль год. И только про 7 годов он будет высшеной больше за метр. Рослины привезли с годовальника Гомельского доследного лязгаса. Специалисты говорят, что схема смешанного лесу 7 родов хвои, 3 борозы робят посадки больше устойливыми и до ураганов, которые в опыше годы так само пошкодили шмадр. Их отновление – процесс долгий. А лишь от этого залежит, у какой экологии будут жить наши нащадки. Основная цель акции – это привлечь внимание всех наших людей, общественности к проблемам леса, к восстановлению, к засорению бытовым мусором, для того, чтобы воспитать людей любовь к лесу и неспособность или, скажем так, чтобы люди ценили наш этот дом лесной и не застаряли. В этом году мы планируем где-то, что более 7 тысяч человек примет участие в целом по Гомельской области в этой акции. По час акции у Гомельской области плануют добре упорядковать коляд 400 объектов, высадить больше за 500 тысяч молодых древ и отреставровать 22 месяца от починку. Ганна Корольчук, Андрей Иванов, телерадо, компания Гомель. На диалоговой пляцовце у Мазары обмерковали удосконаление галлины физкультуры и спорта. В отделу разговора приняли коляста человек, серотых, заслуженные тренеры, чемпионы спорта, расставники улады, депутаты, жахары регионы с активной громадянской позицией. На встречу узняли тему оздоровления, якости подрихтовки тренеров, наповняльности спортивных секций и школ Олимпийского резерва. Удосконаление галлины пропоновали почать с дошкольных установ адукации, так само учали пропоновую повеличить колькость уроков физкультуры в агульно-аддукационных школах. Дарыш, формат диалоговых пляцовок уже выклика великую цикавость беларусов. Все больше людей хочет цивилизованно, аргументованно и законно выказывать свои идеи и разом будовать поспеховое и мирное развитие своей краины. Верхушке этой айсберга структуры спорта высших достижений реформы назрели. Как сегодня государству это тянуть дальше, образно говоря это на свои плечи взвалили. Или государство должно разделиться и взять эти проблемы на себя только обеспечение здорового образа жизни, управление школами. А сегодня спорт высших достижений должны перейти под егиду национально-олимпийского комитета. Вот здесь вопросы нужно поднимать. Такие диалоговые пляцовки працуют по всей Краине. Мета-дискуссии выпрацовка конкретных пропанов, которые будут вынесены на все белорусский народный сход. Третий працовный семестр завершен. Активисты БРСМ, керавники и удельники студотрадовского руха у Гомельшины подвели выники своей деятельности за 2020 год. Еще одна подея, организация не покинула без уваги, вековый юбилей своего попередника комсомольской организации Беларуси. Как все лета працавали молодые и инициативные, а так само под обязанности урошистых мероприемств в наступном сюжете. Каб повиншовать активную молодь, в зале Гомельского областного громадско-культурного центра собралось керавництво региона, молодежного руху в области и иншие гоноровые гости. Свои узнагороды так само отримали наймальники молодых людей. Тые, кто допомагал юнакам и девушатам робить свою добрую справу на корысть краине. Студотрадовский рух по праве з'является одним из прайоритетных на прамках деянности БРСМ. Улады высоко ценят его уклад не только у экономику краины, а и увековечения памяти об Великой Чинной войне. Мы с вами делали алло, я уже не говорю про другие объекты. Для нас это самое важное, потому что приезд поколения оставляет след. Очень знаковый, очень весом. Почему? Потому что те люди, которые сражались за нашу родину, они должны быть поколениями только в наших сердцах, но в тех плитах, которые мы сегодня создаем. Я скажу, мы на этом не останавливаемся. На рахунку студотрадовцев Гомельщины еще шмат масштабных проектов. Новая школа в 21-м микрорайоне Гомеля, белорусская атомная электростанция, так самое больше, 200 молодых людей из нашей области удельничали у республиканским вытворчим процованным проекте «Атлант-2020». Наш отряд работал на заводе «Атлант». Мы собирали холодильники, работали все как обычные рабочие, стояли на конвейере. У каждого была своя работа. В принципе, она заключалась почти в одном и том же, но есть разные модели холодильников. Идут, там очень хорошие ребята работают, они всему нас научили, подсказали. Зарплата хорошая тоже была. У складанник веток допомнику комсомольцам Гомельшины, Данина Паваги Молоди, якая 10 годзи тому здабыла мир и незалежность Беларуси цяною своих житцев. Юнаки и девчата разом с дорослами пригадали нелегкие часы, калитые, у кого все только починалося, ахверовали с собой деля родимые. До речи, год векового юбилея комсомола для активистов БРСМ стал непростым, але у севы пробаванни поспехово переодолены. Он для нас конечно был одним из самых жарких, потому что работали мы в условиях пандемии, но мы не сбавили своих оборотов, а еще даже немножко прибавили. Почти 3000 у нас трудоустроенных наших студотрядовцев. С кожным годом колькость молодых людей, які ожидают стать часткой студотрядовского руху расте. Заключаются договоренности с новыми наймальниками. З'являются рабочие месты и масштабные проекты. Старейшее поколение у особи уладов завсюды готово подтримать молодых. Головная умова, кабых энергия ишла выключна на корысть. Миколай Скентеян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель. Змянилось в значении контакта у первого и другого зровня у правилы самоизоляции статистика по росте захворывания на вострые респираторные инфекции у темлику ковид-19. Специалисты областного центра гигиены и эпидемиологии громадского здоровья расслумашили, какие нововведения изъявились в медицинских протоколах и нагадали об том, что ношение маски снижает вирусную нагрузку на организм, вирус трапляя в малых дозах и иммунитету простей с ним справиться. Марина Северьянова с подробностями. Какова сейчас эпидситуация в нашем регионе? Что за неделю изменилось? На сегодняшний день на территории Гомельской области мы отмечаем подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и в том числе заболеваемостью ковидом. У нас заболеваемость активизировалась, то есть еженедельно идет прирост этой заболеваемости. Тем не менее мы не достигли каких-то там больших уровней заболеваемости или мы называем иногда это эпидемическими уровнями. Это оценивается как спорадическая заболеваемость, но рост мы отмечаем. Сейчас изменились подходы к определению контактов первого и второго уровня. Расскажите, пожалуйста, каковы эти изменения? Да, со 2 октября этого года издано новое постановление Министерства здравоохранения номер 81, которое более конкретизировало подходы к определению контактных первого уровня и второго уровня. Уже конкретно обозначено, кто относится к тесным контактам, а кто к вероятным контактам. Само постановление размещено на сайте Министерства здравоохранения, с ним могут ознакомиться все желающие, Но кратко хочу сказать, что те наблюдения, которые уже мы проводили и расследования, которые проводили в течение всего периода регистрации коронавирусной инфекции, показало нам, что заражение людей идет при очень тесном контакте, когда люди находятся в тесном контакте более 15 минут в закрытом каком-то комнате, пространстве и ближе, чем на один метр. И поэтому вот этот именно критерий, он и заложен в 81-е постановление. И он, вот этот критерий 15 минут и на один метр он распространяется на всех, кто определяется как контактные первого уровня. Либо это рабочие, где-то на предприятиях, в организациях, это школьники, детские сады и так далее. То есть очень близкий контакт с заболевшим. И есть еще так называемый вероятный контакт, то есть возможно к ним относятся дети до 10 лет, которые более восприимчивы они включены в группы контакта второго уровня. И вышел еще один новый документ, это постановление Совета министров от 13 октября номер 591. В настоящий момент этим постановлением сроки самоизоляции сокращены. Если раньше они были 14 дней, то в настоящий момент они сокращены до 10 дней. То есть люди прибывают контактные первого уровня под медицинским наблюдением в течение 10 дней с момента либо последнего контакта с заболевшим, либо с даты отбора материала на исследование. А лица, прибывшие из-за границы, из стран, где регистрируется заболеваемость, из стран, которые вошли в перечень стран, перечень размещен на сайте Министерства здравоохранения, вот эти прибывшие на нашу территорию лица будут находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Ношение масок у нас не носит обязательного характера, это только рекомендательное, чтобы вы сказали людям, которые считают, что если не заставили, можно и не носить. На сегодня, конечно, это одна из самых эффективных мер, и хотя наше население расслабилось в летний период, и уже меньше носит масок в общественном транспорте, в магазинах. Тем не менее, я бы хотела обратиться к нашим телезрителям о том, чтобы они активнее использовали эту форму защиты, использовали маски, потому что на сегодня каждый человек, он должен задумываться о себе, о своих родных, близких, о своих коллегах по работе, для того, чтобы не заразиться самому и не принести эту инфекцию к себе в дом и на работу. Спасибо большое, Инна Федоровна, за интервью и будьте здоровы. Спасибо вам, не болейте, защищайте себя, своих родных и близких. Никого не покинуть без уваги. Фонд Миру протягивает проводить доброчные мероприемства, меты, которых поднимать медиков. С начала пандемии COVID-19 громадская организация оказала допомогу некоторым медустановам региона на огульную сумму в 10 тысяч рублей. Средки были на Кироване, первую шаргу на набытье сродков обороны. Зараз Фонд Миру запускает новую кампанию, к объявшим раз выказать теплые слова подяки людям, которые что день прокладают максимум намаганию для боротьбы с коронавирусом. В ближайший час активисты организации наведают 10 больниц и рушат подяшные листы и подарунки супросовникам. Первый визит отбылся в больницу худкой медицинской допомоги. В этой медустанове Фонд Миру отзнашены медицинская сестра Татьяна Шапорова и санитарка Прасковья Саянная. А кроме того, нагрудный знак заслуженный миротворца, урученный галунному урачу Миколаю Кишко. Это дарыш перший выпад окургионик Алиузнагороду отрымливая проставник Аховы Здоровья. Те учреждения и те медики, которые внесли большой вклад именно немножко стабилизацию. Поэтому мы должны немножко и морально и материально пошлить. Пользуясь случаем хотел бы поблагодарить всех медицинских работников и нашей области, и республики за той большой вклад, который они вот именно вносили и вносят, чтобы несколько пристановить это массовое распространение этой заразной коварной болезни. Удяжь автоинспекции означает рост колькости ДТЗ с уделом автомобилей в такси. С початку года отбылося 8 аварий по вине водителя в службах перевозки пассажиров. Да и будет надавать особливую увагу такой категории водителю особливо в темный час суток. Больше подроби азна в наступном материале. Вечерний контроль за автомобилями такси, оких за год стало угомили больше в некольки разу. Лепший час для выявления правопорушения кажут супрацовники держав той инспекции. Уся проблема уставлене до працы таксистов. Не редкие выпадки, коль водители садились за руль в стане алкогольного опьянения. Некоторые при этом везли пассажиров. Восиньское надворье не лепший час, коль можно сказать про добрую бачность на дороге. Дажи, плитки на асфальте, шары обочина и слабоосветленные территории. Усё гэта небеспечные дорожные умовы. А таму треба рухаться спокойнее, не натискаючи педаль газу, калі на скрыжаванне включаюця жоутый сигнал светлофора. По вине водителей автомобилей такси у нас на территории Гомельской области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Основными нарушениями, конечно же, являются непредоставление преимуществ в движении пешеходам, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофоров, несоблюдение скоростных режимов. Управление без документов таксама проблема, хоть и сустракается ради. Наприклад, аренда автомобиля у каршеринговой службы. Недавно якраз отрымали водителя, який утякал от даи по улице Советской у Гомели. Пригэта молодый человек развею худкость до 140 километров за годину. А вот свежий приклад ДТЗ, який отбылся с несвярозовым водителем Митсубиши. Автомобиль под его управлением сутыкнулся с такси в Новобелецком районе. Виновник место авары и покинул. А в ДТЗ расповедают пассажиры иншамарки. Совместно распивали спиртное. Товарищ подошел, здрасте, здрасте, я не выпиваю ничего. У тебя документы есть какие-то на управление? Да, есть. Все, поехали. Ну, ударились. Он сошел. Все. Ну, мы остались там, вызвали ГАИ и все остальное. То есть сбежал ваш водитель? Ушел. Виновного водителя Митсубиши шукая ДАИ, одночасово проверяя версию пассажиров. Водитель такси не бачил того, обчим я наказали инспектором. В уголе такая ситуация говорится только об одном, что грубые порушения правил дорожного руху не проходят бесследно. Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения. Если вы видите то, что за руль транспортного средства, неважно, это автомобиль, такси, либо личное транспортное средство, садится человек в нетрезвом состоянии, либо у вас есть информация о том, что человек не имеет права управления, позвоните 102. Своим звонком вы можете спасти не одну жизнь. Александр Гамоля, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель. Гэта и инжи новинные информацию о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресу www.tsv.gomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.